Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами разберем случаи жжения и болезненности в области рта, высыпаний на языке. В частности, к нам обратился пациент, который непосредственно ощутил жжение и болезненность в области языка, он проконсультировался по интернету с врачом, ему был поставлен диагноз кандидоз заочно, без всяких анализов, назначен препарат наружный, как метиленовая синька, поэтому, когда вы можете видеть фотографию, то наряду с высыпанием вы можете видеть синий язык, в общем-то, это последствия к ростой метиленовой синьки, но, естественно, никакого эффекта, кроме как усиления болезненности, это мероприятие не дало и обратился в нашу клинику. При осмотре мы видим маленькие белые язвочки в области языка, они сгруппированы, они достаточно небольшого размера, находятся только в одном месте. Ну, соответственно, что в этом случае нужно делать? Во-первых, необходимо подумать о герпесе. Действительно, герпетические высыпания могут также иметь ту же самую характеристику, они и болезненные, и сгруппированные элементы вместе в виде эрозии, язвочек. Поэтому мы в первую очередь взяли соскоб с поверхности высыпаний, которые вы видите, на различные типы герпеса. Однако мы получили отрицательный результат. И стало понятно, что это все-таки не герпес. В общем-то, соответственно, здесь при отрицании герпеса диагноз 1 – это авты. Афты – это вот такие язвочки, они могут располагаться как в области рта, так и в области половых органов, иногда в других местах. Более подробно об автах вы можете прочитать отдельное теоретическое видео на нашем канале. Более от 10 до 20 лет впервые появляются такие высыпания. Бывают большие авты до 3 см и бывают менее сантиметра малые авты. Если они, как в нашем случае, сгруппировались, как герпес, их называют герпетиформные, малые авты, как правило, их количество от 1 до 5, это характерно именно для таких малых авт. Соответственно, при пальпации, то есть при ощупывании этих авт, нами не наблюдалось какого-то уплотнения, действительно, может быть во рту, например, и сифилитическое высыпание, и в этом случае мы к герпесам добавили и непосредственно на бледную трепанему ПЦР-анализ. Описаны так называемые мягкие, т.е. твердые шанкры маленького размера, которые вполне также могут идентифицироваться с помощью ПЦР-анализа с поверхности подобных высыпаний. В таких случаях обязательно необходимо брать анализ на ВИЧ, что и было сделано, однако данный анализ был отрицательным, также коносифилис. Ну и, соответственно, после этого мы уже начали терапию, назначили натритеосульфатно-тревенных кальциогликуматно-тревущенное, и непосредственно в область авт после обезболивания непосредственно раствора бледокаина был сделан непосредственно гормональный укол препарата Дипроспан однократно. В результате подобного лечения в течение 7 дней подобные высыпания полностью разрешились. Болезнь прекратилась уже на 2-3 день после подобных инъекций, ну и, соответственно, полное заживление наблюдалось в течение 8-10 дней, практически до того, что подобные высыпания стали незаметными. Это связано с тем, что область полости рта достаточно быстро обновляется, эпители быстро восстанавливаются, и поэтому здесь достаточно высокая скорость регенерации. Поэтому даже в полости рта при любых высыпаниях нужна соответствующая диагностика различных, так сказать, состояний и заболеваний слизистой оболочки, ну и различное лечение в зависимости от поставленного диагноза. При необходимости диагностики и лечения поражения слизистой оболочки полости рта, при связи особенно с кожными заболеваниями, вы можете обращаться к дерматологам-венерологам нашего медицинского центра Платон КВД в Москве, нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных высыпаний. Ждем вас в нашей клинике, так что подписывайтесь на шкалу на YouTube и на шкалу Instagram. Спасибо за внимание.